Парад! Смирно! К торжественному маршу по батальону на одного линейного дистанции. Первый батальон прямо, остальные направо, на плечо! Равнение направо! Шагом марш! Возглавляет военный парад генерал-полковник Олег Солюков. Торжественное шествие войск на Красной площади открывает рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища Министерства обороны России имени генерала-лейтенанта Валерия Халинова. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов. Возглавляет парадный расчет начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Проходят знаменные группы знамени Победы, государственного флага Российской Федерации и знамени вооруженных сил России. Знаменную группу сопровождает рота почетного караула, заставив взводов трех видов вооруженных сил, сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. На Красной площади самые юные участники парада проходят рота Московского Суворовского военного училища, командует парадным расчетом полковник Игорь Якимов. Десятки тысяч выпускников с благодарностью вспоминают годы, проведенные в стенах училища и воспитавшие в них высокое чувство офицерской чести, доблести и отваги. На Красной площади воспитанники старейшего Суворовского военного училища Тверского. За 75 лет своего существования более 16 тысяч мальчишек носили на плечах алые погоны, с гордостью называя себя «Я Суворовец». Во главе парадного расчета начальник училища полковник Владимир Ляхов. На брусчатке Красной площади парадный расчет Севастопольского Нахимовского военно-морского училища. Возглавляет парадный расчет контр-адмирал Александр Попов. Юным Нахимовцам предстоит продолжать героическую историю российского флота, заложенную прославленными адмиралами Ушаковым, Лазаревым, Корниловым и Стоминым. Впервые на Красной площади кадеты Московского президентского кадетского училища, войск Национальной гвардии Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник училища полковник Николай Перепече. На Красной площади парадный расчет, созданного по инициативе Министерства обороны России, военно-патриотического общественного движения Юнармия, возглавляет парадный строй начальник главного штаба движения, олимпийский чемпион Дмитрий Труденков. Сегодня Юнармейское движение охватывает все регионы нашей страны и насчитывает в своих рядах более 200 тысяч юношей и девушек. На Красной площади полк сухопутных войск вооруженных сил России открывают прохождение слушатели общевойсковой ордена Ленина и Октябрьской революции, краснознаменной ордена Суворова Академии Вооруженных Сил Российской Федерации, отмечающей в этом году свой вековой юбилей. Парадный расчет возглавляет начальник Академии генерал-лейтенант Алексей Авдеев. Выпускники Академии всегда занимали ключевые посты в вооруженных силах. Так, в годы войны 24 выпускника Академии командовали фронтами и 83-мя армиями. Более двух тысяч выпускников прославленного учебного заведения стали героями Советского Союза и Российской Федерации. Проходит парадный расчет краснознаменного орденов Ленина Октябрьской революции и Красной Звезды военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Университет является единственным в стране высшим военно-гуманитарным образовательным и научным центром по подготовке офицерских кадров. Разглавляет парадный расчет начальник университета генерал-майор Игорь Мишуткин. Впервые по брусчатке Красной площади проходят парадные расчеты военной академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала Василевского. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Глеб Еремин. В годы войны за мужество и отвагу 57 воинов-зенитчиков были удостоены звания Героев Советского Союза. Сегодня в стенах академии осуществляется обучение офицеров противовоздушной обороны для сухопутных войск, ВДВ, военно-морского флота на все типы современных зенитных ракетных комплексов. Торжественным маршем по Красной площади проходит ордена Ленина Военная Академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Андрей Топоров. Свои знания выпускники уверенно и грамотно применяют на практике в ходе занятий по боевой подготовке, учениях, а также при выполнении специальных и гуманитарных задач. Мимо трибун проходит полк Воздушно-космических сил России. Открывают прохождение офицеры и курсанты военно-воздушной ордена Ленина и Октябрьской революции, краснознаменные ордена Хутузова Академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Зевров. Из стен академии вышли десятки тысяч летчиков, штурманов, офицеров боевого управления авиации, инженеров авиационных служб, военных метеорологов и специалистов радиоэлектронной борьбы. Сотни выпускников академии в различные годы стали героями Советского Союза и Российской Федерации. На Красной площади парадный расчет краснознаменной военно-космической академии имени Можайского, одного из старейших военно-учебных заведений России. Парадный расчет возглавляет начальник академии генерал-полковник майор Максим Пеньков. Академия готовит офицерские инженерные кадры для вооруженных сил и других силовых ведомств. Последние 50 лет академия является главной кузницей военных специалистов ракетно-космического профиля. На Красной площади полк военно-морского флота России. Его представляет военно-морская орденов Ленина, Октябрьская революция и Ушакова, Академия имени адмирала Кузнецова, часами курсантов Балтийского военно-морского института имени адмирала Ушакова и военно-морского политехнического института. Возглавляет парадный расчет контр-адмирал Вячеслав Сыдник. В парадном строю будущие морские офицеры и инженеры ВМФ России. На Красной площади курсанты-севастопольцы Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училище имени Нахимова. Возглавляет парадный расчет начальник училища контр-адмирал Александр Гринкевич. Училище является кузнецей флотоводцев. Более двухсот выпускников стали адмиралами. Сегодня выпускники училища командуют тремя флотами и Каспийской флотилией. В парадном строю морские пехотинцы 336-й, отдельной гвардейской, белостокской, орденов Суворова и Александра Невского, бригады Балтийского флота. Возглавляет парадный расчет гвардии полковник Андрей Лазуткин. Семь героев Советского Союза и Российской Федерации навечно вписаны в историю бригады. На Красной площади 61-я. Отдельная киркинесская краснознаменная бригада морской пехоты Северного флота. Во главе парадного расчета полковник Кирилл Никурин. В этом году прославленное соединение отмечает 75-летний юбилей. В ее рядах выросло 10 героев Российской Федерации. Со времен Великой Отечественной войны девиз морской пехоты «Там, где мы, там победа». На Красной площади парадные расчеты женщин-военнослужащих. В строю курсанты военного университета, Вольского военного института материального обеспечения, военной академии связи имени Буденного и военно-космической академии имени Можайского. Возглавляют парадные расчеты полковник Олеся Бука и майор Екатерина Рякова. Выпускницы учебных заведений проходят службу военными переводчиками, специалистами связи, тыла, информатизации и телекоммуникации. На Красной площади волк ракетных войск стратегического назначения. В его составе офицеры и курсанты военной академии имени Петра Великого и ее Серпуховского филиала. Возглавляют парадные расчеты начальник академии генерал-лейтенант Сергей Сивер и начальник филиала полковник Андрей Морозов на знамени академии Ордена Ленина, Октябрьской революции и Суворова. В стенах академии готовятся офицерские кадры, способные эксплуатировать все типы самых современных и передовых ракетных комплексов мобильного и стационарного базирования, включая ЯРС и Сармат. Сегодня военная академия ракетных войск стратегического назначения является самым современным и высокотехнологичным военно-учебным заведением Министерства обороны Российской Федерации. Воздушно-десантного командного училища имени генерал-армии Маргелова возглавляет генерал-майор Алексей Рогозин. Впервые в новейшей истории России учебному заведению за проявленные его выпускниками героизм, самоотверженность и мужество присвоено почетное наименование «Гвардейское». В этом году училище отмечает свой 100-летний юбилей на Красной площади десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. Во главе парадного строя командир полка, герой России, гвардии полковник Владимир Селиверстов. Сегодня гвардейцы-десантники с честью и достоинством выполняют специальные имеротворческие задачи, по итогам которых полку присвоено почетное наименование «Ударный». Впервые в параде на Красной площади принимает участие парадный расчет военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Возглавляет парадный строй полковник Сергей Долгерин. Сегодня личный состав военной полиции успешно выполняет специальные задачи по обеспечению безопасности мирных граждан и соблюдению правопорядка в городах и населенных пунктах Сирийской Арабской Республики. На главной площади страны парадный расчет Военной Академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко. Возглавляет парадный расчет начальник Академии генерал-майор Игорь Емельянов. В этом году войска радиационной, химической и биологической защиты отмечают столетие со дня своего образования. По Красной площади проходят военнослужащие 38-й отдельной железнодорожной бригады. Парадный расчет возглавляет полковник Игорь Орлов. И в годы войны, и в годы строительства БАМа воины-железнодорожники всегда самоотверженно выполняли поставленные государством задачи. Сегодня железнодорожные войска продолжают вносить весомый вклад в развитие транспортной системы России. По брусчатке Красной площади проходит парадный расчет МЧС России, который возглавляет начальник Академии гражданской защиты генерал-майор Виктор Панченков. Ежедневно подразделение МЧС находится на боевом дежурстве, успешно выполняя спасательные операции в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций не только на территории России, но и за ее пределами. На Красной площади парадный расчет отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, Федеральной службы войск Национальной гвардии России, командует парадным расчетом генерал-майор Дмитрий Черепанов. В годы войны личный состав дивизии доблестно защищал Москву и Кавказ. Девиз Росгвардии и легендарного соединения всегда на страже. Впервые на главной площади страны парадный расчет Саратовского военного института войск Национальной гвардии. Во главе колонны начальник института генерал-майор Сергей Мухаев. За особые заслуги в деле подготовки офицерских кадров институту достоин орденов Жукова и Красного Знамени. На Красной площади парадный расчет Московского краснознаменного ордена Октябрьской революции Пограничного института ФСБ России возглавляет парадный расчет начальник института генерал-майор Валерий Козлов. В год столетия пограничной охраны нынешние поколения воинов-пограничников продолжая славные традиции надежно прикрывает рубежи Отечества. Войска Западного военного округа на главной площади страны представляют воины Московского гарнизона. Мимо трибун проходит парадный расчет 2-й гвардейской фотострелковой Таманской ордена Октябрьской революции краснознаменные ордена Суборова дивизии во главе с полковником Евгением Никитиным. За проявленный героизм, самоотверженность и боевые подвиги дивизии в части первых удостойно высокого звания гвардейская. В рядах гвардейцев сражались более 40 героев Советского Союза и полных кавалеров ордена славы. На Красной площади военнослужащие 4-й гвардейской Кантемировской ордена Ленина краснознаменной танковой дивизии имени Андропова. Парадный расчет возглавляет полковник Олег Верхогляд. За годы войны 57 военнослужащих дивизии стали героями Советского Союза. Десятки тысяч награждены орденами и медалями. На боевых знаменах частей прославленного соединения 23 боевых ордена. Сегодня военнослужащие дивизии продолжают высоко нести традиции войны, ежедневно подтверждая высокое звание гвардейц. На марше парадный расчет 27-й. Отдельные гвардейской краснознаменной водострелковой бригады во главе с командиром бригады подполковником Александром Проценко. Ровно 74 года назад личный состав бригады вместе с другими частями штурмом овладели Сапун-Горой и освободили город Севастополь. За мужество и героизм, проявленные в боях, бригаде было присвоено почетное наименование Севастопольское. Завершают пешую часть парада кремлевские курсанты. Командуют парадным расчетом Московского высшего общевойскового командного орденов Жукова, Бенина и Октябрьской революции Краснознаменного училища генерал-майор Александр Новкин. Из стен училища вышло более 700 генералов и маршалов. Более 100 выпускников училища носит высокое звание Героев Советского Союза, Социалистического Труда и Российской Федерации. В памяти народа навсегда останется подвиг кремлевцев в битве под Москвой, своей жизнью задержавших наступление гитлеровских частей. Субтитры создавал DimaTorzok